Итак, 12 серия Москва-Иркутск. Здесь продолжу отвечать на вопросы. Значит сразу при решении снимать полное видео сразу стал вопрос на выборе видеорегистратора. Какой видеорегистратор взять? Перебрал много вариантов, затратил. Затратил. Завтра скорее всего Кемерово. Затратил уйму денег, пока более-менее подобрал тот вариант, который более-менее меня устраивал. Это Окинори. Каркам. Сиджикам. Сейчас даже не могу вспомнить все видеорегистраторы, которые были. Проблемы были еще какого характера. Движение примерно 10-12 часов в сутки. И карт памяти этих регистраторов просто не хватало. Да и качество картинки было отвратительное. Однажды на Урале, помню, снял очень красивый пейзаж такой и решил проверить, как это выглядит на видеорегистраторе. В общем, был потрясен плохим качеством. Расстройству не было предела. Поэтому дальнейшая поездка проходила уже в таком паническом настроении. То есть реальная картинка многократно превосходила то, что было на видеорегистраторе. Так вот, карты памяти. Одной карты памяти там хватало на несколько часов буквально. Ну, выбрал видеорегистраторы, которые использовали карту памяти до 32 гигабайт. Одной карты хватало примерно на 5 часов. Ну, вот три карты мне практически закрывали весь день. Тут опять была проблема в том, что трудно было отследить ровно пять часов и было несколько раз, когда упускал время и запись начиналась по кругу. То есть уничтожались первые файлы. Тогда взял за правило писать четыре часа. Ну, с небольшим запасом, с небольшим резервом, чтобы не потерять какие-то файлы. Больше всего меня порадовал Акинори, когда он избавлял от необходимости писать в титрах, где находишься, в какой трассе двигаешься. Видеорегистратор показывал направление движения, трассу, улицу. Ну, в общем, на Акиноре вы сами это все видели, кто смотрел ранее видео. Но меня не устроило качество съемки. И плюс ко всему Акинори очень капризен к температуре. Так, например, в одном маршруте примерно в районе Кургана было жарко в салоне, несмотря на то, что работал кондиционер. Солнце в лицо. И Акинори у меня завис. Температура была высокая, потрогал горячий. И примерно минут тридцать видео было утеряно. Потому что Акинори ушел в аварию. Вот отказывался писать, реагировать на какие бы то ни было команды, кнопки. И я уже был готов... Ну, остановился на привал и уже был готов заменить его на резервный. Каркам с собой постоянно возил один или два резервных видеорегистратора. Вот. Как вдруг утром включил и был очень сильно обрадован и удивлен, что Акинори снова заработал. Всегда с собой беру в дорогу один или два резервных видеорегистратора. Да много чего резервного приходится брать. Неплохая картинка была о Сиджикам. И в описании было указано, что его можно использовать как видеорегистратор. Но это рекламный ход. Потому что там не отражаются ни координаты. Никакой информации нет. Тупо картинка. Ну, просто картинка. Красивая картинка. Много настроек. Но информативности о трассе никакой. И второй вопрос, который был... вот я говорю карты памяти вернее не карты памяти а жесткий диск куда нужно было бы сбрасывать все эти видео в дневной поездке как таковых регистраторов нету с большим внешним жестким диском поэтому пришлось каждый раз приобретать новый жесткий диск и опять сразу стали возникать проблемы как перебрасывать видео на внешний жесткий диск потому что останавливаться приходилось не всегда возле мотеля или кафе были места где не было возможности пойти и подключиться к сети 228 чтобы через ноутбук сбросить видео на внешний жесткий диск пришлось приобретать преобразователь который 12 вольт преобразовывал в 220 и вот таким образом сохранялось отснятое за день видео и здесь стали возникать проблемы это вопрос разветвителя потому что одновременно у меня работали и были подключены и были подключены к бортовой сети кроме видеорегистратора навигатор радар-детектор радиостанция GPS-маячок который отслеживал во время движения что-то еще уже не помню перепробовал массу разветвителей ну в общем практически все оказались дерьмовыми потому что многие из многих потом собрал один который более-менее надежно и уверенно подавал питание на всех потребителей одна из причин то что этот прикуриватель который вставляешь штекер очень плохо тоже держит и при движении очень часто прикуриватель в общем пропадало питание на разветвителе хорошо если был подключен навигатор он предупреждал о том что используется резервный блок питания а если не пользовался навигатором то видеорегистраторы тупо молча отключались никак об этом не предупреждали и это было одной из больших проблем которые пришлось опять-таки решать кустарным способом как такового оборудования для съемок на дальние расстояния нет все методом тыка методом проб и ошибок поскольку нет оборудования это является наверное на мой взгляд основным препятствием к тому что мало кто ведет полное видео полную съемку о трассе проехав 10-12 часов нужно еще потратить 4-5 часов на то чтобы перебросить видео на внешний жесткий диск но это я имею ввиду датакам очень высокое качество съемки впереди мобильный пост ДПС контроль скорости ограничение 50 и время переброски 128 гигабайт на каждой карте это 256 гигабайт перебросить на внешний жесткий диск можете сами проверить сколько это займет времени обязательно нужно использовать USB 3 там скорость где-то раза в полтора наверное в два выше чем через USB 2 это вот что касается видеорегистратора разветвителя затем стал вопрос обработки видео каким видеоредактором опять-таки припробовал много видеоредакторов остановился Sony Vegas Pro 12 ну довольно-таки сложная программа для обработки коротких видео изумительная замечательная но когда приходится объединять примерно там 20-30 файлов каждый файл в отдельности ускорять ну это поверьте тоже не не приносит особого удовольствия тоже пробовал несколько видеоредакторов и остановился вот новови редактор на мой взгляд наиболее подходит для обработки больших объемов файлов так так для для того чтобы видео доставляло удовольствие при просмотре и было максимально информативным я обращался с просьбой писать замечания критические рекомендации советы благодарю кто на это откликнулся многие ваши советы рекомендации я учел например такой мне рекомендовали снимать настраивать видеорегистратор таким образом чтобы внизу было видно краешек капота тогда можно было как-то более ориентированно ориентированно смотреть это первое и второе слишком высоко поднятый видеорегистратор который снимает в основном часть неба естественно идет засветка и качество видео теряется эти пожелания замечания я учел стараюсь максимально сделать так чтобы видео было четкое без засветок кстати вот насчет засветок чем меня прельщает датакам то что в нем стоит поляризационный фильтр и он удаляет с картинки отражение на лобовом стекле это очень полезная функция далеко не у всех видеорегистраторов есть вот такие насадочные фильтры и бленды но датакам говорю что при всех положительных моментах при всем положительном к нему отношении все таки не совсем до конца как бы доработан сыроватая железка сыроватая камера вот недавно поменял месяца два наверное назад старый датакам просто поехал в сервис центр они увидели что я приезжаю к ним четвертый раз поменяли полностью видеорегистратор датакам дали новый я его тестировал какое-то время и опять возникли там проблемы gps приемник очень плохо ловит спутники часто съемка идет нормально но координат нет и определить где находишься невозможно просто просто высвечиваются нули и это очень плохо если не дай бог какое-то произошло дтп или происшествие на трассе невозможно будет привязать к реальной картинке это первое второе большие проблемы у датакама это с картами памяти карты памяти на 128 гигабайт две карты стоят но вот уже был случай когда газ экран этого датакама горели только индикаторы и запись не шла ну звонил в техподдержку мне там объяснили что вся проблема в картах памяти что нужно приехать и их заменить ну естественно я поеду буду менять эти карты памяти заодно попрошу чтобы поменяли дпс приемник потому потому что на дальние расстояния это очень большой минус если пропадет позиционирование во время съемки повторю что это второй датакам мне поменяли его но опять таки вот возникли проблемы говорят что проблема в картах сейчас пока нет возможности поехать и поменять но в ближайшее время я это сделаю и вторая второе направление которое было интересно для меня это сделать незамерзайку своими руками то есть купить самогонный аппарат перегонять в спирт и разводить уже в пропорциях соответствующих с добавлением ароматизатора в такой концентрации чтобы незамерзайка не замерзала во время движения брал разные канистры там указывалось что до минус 30 до минус 40 но при минус 10 уже начиналось на лобовом стекле появляться пленка и видимость конечно была отвратительная вот сейчас один из моментов таких житейских которые буду попробовать буду пробовать реализовать на практике информации конечно с вами поделюсь поделюсь одним из узких мест тяжелым таким узким местом является переброска с видеорегистратора на внешний жесткий диск это или же надо подключать видеорегистратор к компьютеру или же вытаскивать карту памяти что в основном я делаю и через картридер проводить ну переносить видео на внешний жесткий диск кстати внешний жесткий диск какого объема каких размеров он должен быть ну во первых по размерам компактный так чтобы особо много места не занимал в чемодане и с другой стороны чтобы на нем помещалось хотя бы 1 терабайт памяти вот например датакам поездка Москва Кемерово самая первая по моему поездка была с датакамом где получилось ну там запись шла очень высокого качества 40 мегабит в секунду и поездка из Москвы в Кемерово заняла объем 700 гигабайт ну это почти весь внешний жесткий диск заполнил поэтому пришлось брать внешний жесткий диск на 4 терабайта но его в дорогу не возьмешь потому что там нужно подавать питание 220 вольт взял на 2 терабайта без питания и на 1 терабайт тоже без питания вот эти два диска приходится с собой постоянно таскать потому что может получиться так что один диск заполнил заполнен или еще хуже не дай бог завис тогда вот может выручить второй внешний жесткий диск мне приходилось брать в дорогу два ноутбука два жестких диска практически все что используется для записи в двойном иногда даже в тройном экземпляре для страховки неоднократно были ситуации когда проехав там от Москвы до Врала вдруг обнаруживал что внешний жесткий диск завис и с ним ничего невозможно сделать единственное что это отформатировать его и вот представляете что два дня примерно на пути и все это на смарку поэтому приходится вот как бы подстраховываться брать все в двойном экземпляре теперь немного о комментариях к видео то есть во время движения но иногда там рассказывал о дороге о трассе какие-то другие моменты интересные вспоминал но это на видео без ускорения там это все можно послушать посмотреть вот как комментировать видео вот с ускорением ну тоже проблема вот сейчас Валентин нашел вариант такой что во время движения он в интернете читает из википедии какую-то информацию о населенных пунктах там о каких-то городах реках вот я считаю что это очень хорошая находка она как бы и информирует и немножко историю начинает ну историю немножко рассказывать об этом регионе считаю что это очень интересно я до этого не догадался не додумался во время движения съемки вот особо такие красивые места я старался останавливаться снимать на видеорегистратор но на кеноре невозможно было снимать потому что нету встроенного аккумулятора и чтобы снять какой-то эпизод приходилось снимать на другой видеорегистратор и потом уже во время обработки находить и вставлять именно в тот момент на тот участок где эта съемка проводилась но я имею ввиду это особенно заметно на видео Хабаровск Якутск там просто невозможно было проехать мимо реки чтобы не остановиться и не заснять этот такой красивый эпизод вот кроме видео из окна автомобиля о трассе однажды решил снять из окна поезда были очень красивые пейзажи ну и немножко показать Россию из окна поезда ну был немного удивлен когда это видео тоже вызвало интерес и люди писали хорошие комментарии решил снимать по возможности и из окна поезда вот ну здесь тоже не все так просто это с питанием видеорегистратора не всегда получалось подключиться к розетке в поезде и зачастую они были заняты возил с собой удлинитель чтобы можно было протянуть к своему месту питание тоже не всегда это было удобно не всегда было возможным поэтому возникла необходимость во внешних аккумуляторах внешнего аккумулятора хватало примерно на 6-7 часов записи но вот с собой возил 4 внешних аккумулятора 4 это был особый аккумулятор который при помощи которого можно было запустить двигатель автомобиля есть такие девайсы или как их еще назвать по современным языком тоже был случай когда зарядка на аккумулятор в автомобиле не поступало двигатель запускали от стационарного пускателя в надежде что во время движения будет произойдет зарядка вдруг оказывалось что проехав там 30-40 километров и выключив двигатель с ужасом видел что аккумулятор совсем не зарядился вот ну приходилось обращаться за помощью к водителям и вот увидел тоже на Alibaba аккумулятор который позволяет и кстати проверил неоднократно проверял его здорово он меня выручал помню остановился на ночевку устал просто сил не было остановился какой-то там не знаю не кафе ну не кафе просто свободная такая площадка была остановился и моментально вырубился забыл выключить ближний свет габаритку вернее когда проснулся я попытался завести двигатель вот оказалось что аккумулятор полностью разрядился но дохленький был аккумулятор и просто был в восторге когда подключил вот этот мобильный аккумулятор вот и он запустил двигатель просто радости не было предела и такое бывает ну если автомобиль не новый такой бывает довольно-таки нередко или же не работает зарядная в ней поступает зарядка двигателя ну или там другие моменты то есть всегда с собой таскаю вот такой вот мобильный внешний аккумулятор ну это для запуска автомобиля от него можно подзаряжать и ноутбук и какие-то видеорегистраторы или навигаторы то есть хороший хороший нужный для водителя прибор при поездках на дальние расстояния кстати у меня где-то есть видео где я на столе разложил все все те прибамбасы которые с собой беру в дорогу это и для замера давления в шинах прибор потому что очень важно чтобы давление в шинах было ну оптимальным тогда уменьшается расход бензина это себя регулярно проверка давления давления в шинах она себя окупает на дальних поездках это чувствуется вот кроме того знаю ну если кому интересно можете найти это видео у меня в плейлистах там как-то более-менее подробно об этом я рассказываю и про одежду которую рекомендую кто собирается в дальнюю поездку брать с собой я например приобретал одежду очень удобно это техноавиа фирма она имеет свои магазины в Москве и по России где можно купить такую одежду там есть комбинезоны и костюмы летно-подъемного состава которые очень удобны очень удобно нигде не тянет вентиляция все на замочках очень удобно и полезно для водителя из кармана ничего не выпадет не высыпется если ночевать в автомобиле двух цветов есть бежевый и синий ну синий я использовал в зимнее время когда холодно бежевый но в летнее время не так жарко ну рассказ не совсем гладкий мне получается прыгаю с одной темы на другую стараюсь максимально подробно детально все объяснить рассказать вот опять вернусь к видеорегистраторам если бы в датакаме была реализована функция окинори это вместо координат кроме координат еще бы можно было бы там прочитать название регионов России это было бы большим плюсом хорошие функции то что вот я уже говорил две карты памяти там можно ставить по 256 гигабайт это примерно 512 гигабайт записи такого объема хватит на поездку из Москвы например в Новосибирск не меняя карт памяти поставить две карты памяти и да нет не получится потому что я снимаю обычно на самом высоком качестве проводить съемку экономить на качестве это не в моих правилах то что там магнитный разъем питания это очень полезная функция у дата кам я сейчас все свои гаджеты планшет смартфон но все остальное перевожу на магнитные разъемы на алибабе продают есть такие предложения где в гнездо вставляется в разъем магнит магнитный разъем и подключение очень легкое то есть гнездо при частом подключении не разбалтывается очень удобно подключать очень удобно снимать магнитные разъемы для питания но есть такие же разъемы и для передачи информации то есть они двух видов есть только для питания для зарядки и значит универсальные можно не только передавать обмениваться информацией с гаджетом но и не только питание но и можно производить обмен информацией так что те кто собирается выполнять дальние поездки я бы рекомендовал обратить внимание на такие магнитные разъемы питания на разъемы питателя или как их еще назвать на магнитные разъемы чем хорош еще датакамп хоть он и дорогой мне обошелся в 28000 ну карты памяти по 5128 гигабайт и сам видеорегистратор 18000 вот то что гарантия 2 года и ребята меняют ни слова не говоря вот и карты памяти и ремонтируют там меняют блоки в видеорегистраторе без проблем думаю с другими были бы серьезные проблемы а здесь позвонил приехал посмотрели тут же ни слова не говоря заменили и вперед с песней окинори он уже не выпускается я не видел чтобы было много предложений еще есть остатки распродают машина надежная несколько лет пользовался окинори но недостатки какие это нет встроенного аккумулятора первое второе значит нет насадочных линз я имею ввиду фильтров и нет возможности изменить качество съемки то есть как-то вот улучшить или немножко бы ухудшить качество но увеличить время съемки этого к сожалению на окинори нет может быть есть другие видеорегистраторы я не все тестировал не все проверял может быть есть такие которые превосходят по качеству и по функциональности по функционалу датакам может быть есть если кто знает скажите об этом я присмотрюсь потому что ну нет такого оборудования к сожалению для съемок при поездках на дальние расстояния к сожалению нет но может быть со временем появится и тогда и будет проект видеодорог России получит дальнейшее развитие подхватят другие водители ввиду того что нет определенного такого прибора чтобы вести съемку и он отвечал всем запросам и по качеству и по надежности поэтому приходится с собой воздеть в чемодане кучу проводов разветвителей преобразователей и прочее 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 открываешь чемодан люди везут одежду там что-то еще такое а у меня полный чемодан этих приборов агрегатов проводов вот иногда на досмотре по аэропорту или на железнодорожном вокзале на меня смотрят округлившимися глазами а что это такое вот у вас и радиостанция и ноутбуки и все остальное жесткие диски вот просто вызывает удивление может быть когда-нибудь появится такой прибор небольших размеров чтобы и съемку вел и навигатором был и регистратором видеорегистратором и радиостанции ну все в одном пусть бы стоил он где-нибудь под 50 тысяч но чтобы был компактный чтобы был ну отвечал всем требованиям которые предъявляются к аппаратуре при съемках вот дальних расстояний я вот припоминаю логин путник 81 рассказывает написал что совершал поездку на дальнем востоке проехал весь день был в движении и ночью остановился на привал и вдруг обнаружил что у него были карты памяти на 32 гигабайта что одна карта памяти совершенно свободна а та карта памяти на которой была запись он ее перезаписал ну повторно что ли короче получилось что потерял примерно 5 часов видео я просто представляю насколько был человек этот расстроен потому что сам был неоднократно в таких ситуациях если кто начнет снимать видео о дальних поездках то моя рекомендация моя рекомендация мой совет значит проводить это вдвоем но один за рулем а второй например комментирует из-за интернета про те участки по которым проходит маршрут я думаю это будет гораздо интересней нежели вот накладывать комментарии уже на ускоренное видео вот в начале 12 серии карта с маршрутом движения можете обратить внимание что вот там где появляется зеленый такой круг над курсором это вот те места где битые фрагменты скорость курсора очень высокая примерно примерно 150 раз поэтому некоторые зеленые круги их просто они не успевают появляться но к сожалению очень много битых файлов стараюсь максимально из них что-то выжать ну что получится что получится пока не знаю ну маршрут Москва Иркутск все-таки Москва Иркутск Листьянка я добью я добью до конца но говорю это очень утомительно очень трудоемко ну ну о этом пока я закончу что-либо рассказывать если появятся какие-то новые мысли вопросы идеи я естественно озвучу в следующих сериях а пока послушайте музыку музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok